Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Sawist DX8S. На видео автомобиль в комплектации Chief, с бензиновым мотором объёмом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля белый, не металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес чёрного глянцевого цвета по периметру кузова. Колёсные арки декорированы чёрными глянцевыми накладками. Диски литые, 18-дюймовые, с шинами размерностью 235 на 60, задние тормоза дисковые. Задний парктроник не предусмотрен. Камера заднего вида расположена над задним номером. Запасное колесо расположено под автомобилем. Задний стеклоочиститель не предусмотрен. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащён панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащён системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в тёмных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сиденье оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки Start-Stop. Автомобиль оснащён цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Автоматический режим не предусмотрен. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащён галогенными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стёкла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 210 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Блок управления передними и задними электростеклоподъёмниками. Все стеклоподъёмники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера и информацию о давлении в шинах. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10 с четвертью дюйма. В составе акустической системы 6 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает функцию Easy Connection. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает Hands-Free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. В автомобиле установлен кондиционер. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры. Выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. В потолочной консоли предусмотрен очечник. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Бокс с охлаждением. В боксе предусмотрена розетка на 12 вольт. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В основании передней панели предусмотрены два USB-разъема. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами «Эко» или «Спорт». Ручной тормоз электрический с функцией «Автохолд». Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, шестиступенчатая, с двумя сцеплениями мокрого типа. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. Над дверью предусмотрена ручка и освещение. Теперь перейдем к осмотру третьего ряда сидений. Для доступа на третий ряд необходимо сложить и отодвинуть кресло второго ряда. В третьем ряду предусмотрено два места. Сиденье третьего ряда без центрального подлокотника. Карманы для вещей в спинках кресел второго ряда не предусмотрены. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 100 литров. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – ворсом. Под полом в багажнике предусмотрен органайзер. Для сложения сидений третьего ряда необходимо потянуть за петлю. Сиденья третьего ряда складываются в соотношении 50 на 50. Объем багажника при сложенных сиденьях третьего ряда производитель не указывает. Для сложения сидений второго ряда необходимо потянуть за рычаг. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. Объем багажника при всех сложенных сиденьях составляет 1680 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 57 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый. Объемом полтора литра. С отдачей 156 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Sowist DX8S в комплектации Chief. С бензиновым мотором объемом полтора литра турбо. С передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Sim Sowist. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok